Дорогие друзья, добрый день, с кем мы сегодня еще не виделись. Мы вас приветствуем на 507 заседании онкологического общества Санкт-Петербурга. Оно у нас сегодня необычное, но у нас много необычных по содержанию обществ. Но сегодня такое особое, мы хотим на сегодняшнем обществе представить технологию, криотехнологию. Технологию, которая, наверное, больше относится к криохирургической технологии, потому что ведет к повреждению тканей, так же, как и другие радикальные методы лечения, с одной стороны. С другой стороны, как хирургическая технология, она имеет массу преимуществ своим органосберегающим, малотравматичностью, поэтому она очень приемлема на коже, косметологична. Но чем больше мы изучаем это направление в онкологии, тем больше убеждаемся, что там очень много интересного связано с фундаментальными изменениями в опухолями и изменениями, которые происходят с самой опухоли при воздействии холода. И очень приятно осознавать, что мы находимся в тренде в настоящее время, занимаемся изучением разными аспектами крио-воздействия на опухоли, в том числе иммунологическими аспектами, потому что сам холод, который воздействует на ткань, он называет полную деструкцию ткани. Остаются остатки белковые, остаются какие-то компоненты, которые запускают свои процессы, которые могут по-особому влиять на остаточную опухоль, на весь организм. Это очень интересно, это изучается, я могу сказать, что это изучается и у нас в институте. Ну и очень приятно, что сегодняшнее заседание общества проходит у нас в институте онкологии, поскольку мы этим направлением давно занимаемся под руководством Георгия Георгиевича Прохорова, и могу сказать, мы являемся обладателями одного из уникальных аппаратов для проведения этой манипуляции, поскольку зонды, которые выполнены под руководством Георгия Георгиевича, они являются вот пиком тех достижений науки по своим возможностям. Ну и хотел бы сказать, и очень приятно, что с нами сегодня Михаил Дмитриевич Ханевич, как представитель не только онкологической службы города, но как человек, который этой технологией занимается, ну, насколько я знаю, лет уже 15. И есть и публикации по этому вопросу, и нам очень приятно, что мы сегодня вместе здесь объединились для обсуждения этих вопросов. Что касается формата, у нас сегодня такое ознакомительное, мы посмотрим, что себе представляет технология, какие изменения она вызывает. А вот завтра будет мастер-класс, и мы сможем увидеть, увидеть по интернету доступно, то есть на удалении от операционной мы увидим различные области, в которых мы можем работать с этой технологией на опухоли. Поэтому дадим слово первому докладчику. Есть у нас план, Георгий Георгиевич? Да, история вопроса к криотехнологии в онкологии. Спасибо. А у нас план есть или нет? Программа, будьте добры. Спасибо. Раз, раз, слышно? Глубоко уважаемый председатель, члены президиума, уважаемые коллеги. Прошу прощения за тембр голоса, так как испытываю последствия общей гипотермии и ее влияние на свой организм. Прежде всего, история криохирургии и криомонологии, она действительно насчитывает тысячелетия, поэтому за 15 минут я смогу остановиться только на основных, наиболее интересных, на наш взгляд, моментах, связанных с применением этого метода. Действительно, что вся история криохирургии – это история понижения температур, и не останавливаясь на древних египтянах и то, что происходило до нашей эры, я отмечу лишь, что применение холода, как и многих методов физического воздействия, основывалось исключительно на эмпирике, и буквально в последние 100 лет появилась хоть какая-то основная доказательная база применения этого метода. Более того, до 1714 года, когда Цельсием был изобретен термометр, это применялось, в принципе, на уровне цирюльников. Использование настолько опережало обоснование, что даже до сих пор ответов на многие вопросы, связанные с криохирургией, с криомонологией, до сих пор нет. И как и любой в настоящее время высокотехнологичный метод, метод криохирургии имеет четкую зависимость от научно-технического прогресса. Из того, что известно, первая криоаналгезия при ампутации их конечности была применена Жанном Домиником Лорреем. Это было, вы сами понимаете, обусловлено отсутствием как такового обезболивания в то время и холодовыми условиями, в которых происходила эта война. Современные криохирургии и первые криоаппараты – это небезызвестный Джеймс Армадт, который в 1845 году применил смесь поваренной соли и воды. Это позволило ему достичь температуры в 25 градусов Цельсия в минус. Удивительно, что лишь только почти 30 лет спустя были описаны эти химические процессы, которые происходили в той смеси, которую использовал этот ученый-исследователь. Да, он получил золотую медаль на выставке в Лондоне за свой аппарат. Аппаратом его было назвать сложно, по сути дела это была емкость, в которой циркулировала эта жидкость. Но, тем не менее, он отметил, что при опухолях, в первую очередь поверхностных опухолях ракомолочной железы, а также при опухоли шейки матки, он отметил определенную аналгезию и некоторое уменьшение объема опухоли. Действительно, был прорыв в конце 19 века, когда был получен жидкий азот и кислород. Но лишь в 1902 году, когда, по сути дела, появилось первое холодильное оборудование, и вы знаете, что это было непосредственно сделано при участии фон Линды, это, по сути дела, температура минус 190 градусов, которая уже начала использоваться в криохирургии опухолей. Что касается криокосметологии, опять же, конец 19 века, аппликационный метод, примененный Кэмпбеллом в Соединенных Штатах Америки. Удивительным моментом является то, что прошло, по сути дела, более 100 лет, но аппликационный метод сохранил свое использование и свой потенциал, в том числе и в наше время. В дальнейшем, в 1900-1950-е годы, жидкий воздух, как не очень удобный в клиническом использовании, был осуществлен переход к твердому диоксиду углерода. Температура, конечно, чуть более высокая, порядка минус 80 градусов Цельсия, но достаточно удобно. В 1950-е и 1960-е годы как раз в это время примерно и зародились те прототипы криохирургического оборудования, модификации которых мы используем и по сей день. Существовало множество мифов, слухов, связанных с токсичностью паров жидкого азота, но, тем не менее, впоследствии это все было опровержено и метод был признак как практически безопасный. Что касается общей гипотермии, достаточно интересные факты. Доктор Фэй, который начинал активную работу в 1940-х годах, исследовал так называемый критический термальный барьер. В современной криохирургии отчасти мы сталкиваемся с этим при развитии криогенного шока и общей острой гипотермии у наших пациентов, что было достаточно хорошо исследовано в нашем городе. Он выступил в 1939 году на Третьем Конгрессе Рака, но его работы настолько заинтересовали Третий Рейх, что все его труды были конфискованы, и, к сожалению, в дальнейшем его работы получили свое продолжение под руководством врачей, если их можно так назвать, Третьего Рейха. Тем не менее, некоторые из его учеников и последователей успели перевести его опыт и труды в Соединенные Штаты Америки, где первыми начинали работать по применению гипотермии в кардио- и нейрохирургии. Действительно, знаковый момент в истории криохирургии – это врач Купер, который совместно с действительно впечатляющими, опережающими то время инженерами создал прототип аппарата, который позволил донести холод не только по поверхности человеческого организма, но и вовнутрь. Это дало мощный толчок в развитии криобиологии и послужило началом множества экспериментальных и клинических исследований. Основной сложностью применения метода внутри человеческого организма – это отмечали практически все исследователи, которые работали в этом роде – это отсутствие контроля за процессом разрушения опухоли. Это было достаточно успешно решено с внедрением в широкую практику криохирургов ультразвукового мониторирования криохирургических вмешательств. Что касается криохирургии в Советском Союзе и в Российской Федерации, достаточно много работы, достаточно много ученых занимались этой проблемой. В 1972 году в Украинской СССР был создан Институт проблем криохирургии, но основным и мощным толчком послужило издание Канделем «Книги криохирургии», в которой, по сути дела, не осталось ни одной отрасли медицины, в которой не описывалось бы применение криохирургии. В 1980-е годы достаточно активно развивалась криохирургия поверхностных образований, в нейрохирургии, в офтальмологии, в отариноларингологии, естественно, криохирургия печени. Определенный расцвет, и это, к счастью, связано с нашим городом, произошел в 90-е годы прошлого века, когда 47 пациентам была выполнена криохирургия предстоятельной железы на базе больницы Академии наук. Отчасти при анализе результатов они не впечатлили врачей, то есть отдаленные результаты применения этой методики были не впечатлительны, что сподвигло команду ученых, исследователей, физиков и врачей в проведении исчерпывающих работ, посвященных этой проблеме. В 2000-е годы общество криохирургическое всемирное, наши специалисты влились в состав этого общества, более того, мы являлись членами совета директоров этого общества и активно взаимодействовали на международном фронте. По сути дела, вершиной этого было проведение Всемирного криохирургического конгресса в нашем городе, и практически с 2010-х годов, даже, может быть, я бы сказал, раньше 2000-2005-й, началось достаточно, можно сказать, ренессанс криохирургии в Москве и в том числе в Санкт-Петербурге. И практически несколько центров в Санкт-Петербурге в настоящий момент обладают способностью и оборудованием производить подобные вмешательства. Ну и опять же, 2010-2012 год, это началось создание практически с нуля и освоение отечественных криоаппаратов. Что касается проведенных в нашем городе исследований, они были проведены совместно с Политехническим институтом, с Институтом цитологии. На их проведение нас подвигло то, что, по сути дела, никто из криохирургов, который занимается криохирургией внутренних органов, имеет смутное представление о том, что происходит внутри ледяного шара. Поэтому совместно с термофизиками, с теплофизиками мы изучили сначала, что происходит в ледяном шаре от одного зонда, от трех, от пяти, с детальным построением изотерм внутри этого шара, с расчетом скорости понижения температуры в его различных участках. В соответствии с полученными параметрами были исследованы свойства жизнеспособности опухолевых клеток в соответствии с полученными результатами. Исследование показало, что гибель клеток, несомненно, достигается при температуре минус 40 и экспозиции 20 минут. При этом зона прямой цитодеструкции составляет всего лишь 35%, это внутренние 35% от поверхности ледяного шара. Периферия же представляет из себя лишь зону частичного повреждения, где клетки находятся в состоянии апоптоза. Что с ними происходит в дальнейшем, это достаточно сложная для решения задача. Результаты, проведенные в нашем городе, были по достоинству оценены Всемирным обществом криохирургов и вошли в руководство по криохирургии в экспериментальную ее часть. Что касается криоиммунологии, это достаточно интересная даже отрасль, скорее, науки. Основой для нее послужило то, что первые криохирурги наблюдали частичный регресс метастазов. В первую очередь это относилось к опухоли молочной железы и уменьшению метастазов в лимфатических узлах. Отсюда был сделан вывод, что, возможно, криохирургия обладает определенным иммуностимулирующим эффектом. Согласно одной из теорий, это теория опасности, любая опухолевая клетка, будь она подвержена любому воздействию, что это будет криодеструкция, что это будет радиочастотная аблация, либо тихо погибает, идя по пути апоптоза, либо некротизируется, выделяя медиаторы опасности, которые, в свою очередь, запускают серию реакций. И результатом этого каскада является активация Т-лимфоцитов. С другой стороны, путь апоптоза приводит к обратной ситуации. И поэтому получилось достаточно интересно, что с одной стороны мы ожидаем эффекта иммуностимуляции, но с другой стороны мы понимаем, что может быть и обратный эффект. В двух недавних больших обзорах, посвященных криомонологическому аспекту, выяснилось, что действительно существует два эффекта, как стимулирующий, так и, наоборот, ингибирующий. При этом в экспериментах на животных, которых было проведено большое количество, в основном наблюдался иммуностимулирующий эффект. При анализе результатов лечения, конечно, я сейчас не берусь говорить о том, что они были проведены правильно в соответствующих режимах, но в том числе необходимо отметить факт, что есть определенный иммуносупрессивный эффект. Чем это обусловлено, сказать достаточно сложно, потому что на настоящий момент нет четких инструкций, какую часть клеток нужно вернуть в апоптоз, и какую часть клеток нужно некротизировать, если говорить о вопросе именно криоиммунологическом. Сейчас я не затрагиваю вопрос радикализма, который мы преследуем в несколько других целях. Если резюмировать криоиммунологический аспект, то, несомненно, влияние криоаблации на противоопухолевый иммунитет есть. При этом, как отмечают исследователи в первую очередь в экспериментах, скорости методика криоаблации могут повлиять на тот иммунный ответ, который будет наблюдаться у организма. При этом оценка иммунного ответа должна проводиться в сроке не ранее 10 недель, что несколько отличается от наших стандартных сроков оценки эффективности терапии. Ну и все авторы отмечают о целесообразности и необходимости дальнейших исследований в этом направлении. В заключении, с радостью могу сказать, что криоаблация больше не является экспериментальным методом лечения злокачественных новообразований. При ряде нозологии он включен в стандарты лечения как в нашей стране, так и за рубежом, в том числе включен в перечень высокотехнологичной медицинской помощи. Криоаблация, как таковая, по-видимому, является перспективным компонентом иммунотерапии небольших или субклинических опухолей, в том числе в сочетании с уже имеющимися и доказанными эффективными методами иммунотерапии. И опять же, при правильной организации процесса использования адекватного оборудования этот метод выгоден учреждению. Благодарю за внимание. Спасибо, Денис Георгиевич. Уважаемые коллеги, кто у нас формат нашего мероприятия предполагает вопросы? Коллеги, у кого есть вопросы? Денис Георгиевич, будьте добры. Спасибо большое. Еще раз спасибо, Денис Георгиевич, за интересное сообщение. История очень. Было интересное, поскольку. Единственное, все-таки, находиться в Петербурге. То есть вы не упомянули, то есть начало кривой инструкции. Тем более, сегодня будет большой раз за попухом головы шеи. Это ныне профессор Васильев, который был в 8-м онкологической больнице, начинал кривую инструкцию. Рак и слизисток была очень полостирта. Потом, в 80-х годах, это когда был пик кривовоздействия при опухоли головы шеи. Это московский онкоцентр. В общем, тогда была получена госпремия за разработки современных методов лечения кривовоздействия при опухоли головы шеи. И аппараты, мы сказали, что только в 10-м году разработали российские, ну, современные аппараты. Простите, мы на той же кривой электронике, которая сейчас работает, ну, она немножко не изменилась. Это как раз на этой кривой электронике, она работала и в 8-м онкологической больнице, и в московском онкцентре, и уже и около 40 лет. И аппарат Мороз суперзвуковой насадкой дополнительной, то есть это все были наши российские и питерские разработчики. Спасибо. Спасибо, Михаил Игоревич. Разрешите ответить коротко. Большое спасибо, действительно, это как-то поправка принимается. К сожалению, в рамках отведенного времени я не мог осветить всех. И более того, еще последует выступление, посвященное как раз лечению опухоли головы и шеи, где об этом, я думаю, будет сказано. Спасибо. Вы знаете, единственное, кого бы я еще упомянул в историческом аспекте, это, к сожалению, недавно ушел из жизни Альпирович Борис Ильич, один из известных хирургов-гипотологов, который работал в Томске, был руководителем долгое время кафедры в Томском медицинском университете, который, в общем-то, один из первых, который начал широко внедрять методы кривовоздействия при лечении опухолей печени и кист печени различного генеза. Вот он прожил достаточно большую жизнь, в прошлом году умер, ему было около 90 лет, и он внес огромный вклад в развитие вот как раз креохирургии, во всяком случае, у нас в стране. Спасибо. Денис Ильич, спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста.